так друзья давайте я вам немножко поясню вот у нас тир саргон да он такой не антуражный без канделябров да вот и без всего делаем его реально из говна и палок вот там даже уже там и отзывы писали там что в общем нехорошие тоже в том числе вот я уже привык к плохому тон тоже вот да из говна и палок это как бы типа там для души на в общем в супер ограниченных ресурсах но в чем в чем его особенность почему он именно такой вот такой имеется ввиду не такой бедный да а вот такая форма да именно вот такая форма да в общем почему такая тактика в нашем тире в этом тактическом клубе с торгом а сейчас я вам поясню смотрите вы приходите вы заходите до отсюда вы заходите приезжайте понятно тут все всякие манцы это десятая часть наверно всех этих похвал вот это кстати это награждение и так вы сначала что делаете вы выбираете инвентарь но вам предлагают там прайс прайс кстати он у нас на стене да вот прайс прайс позаниматься прайс попробовать прайс на индивидуальная понятно и так смотрите а также то что то что человек тут вас встречает настоящий настоящий смотрите вы принимаете решение вот у вас инвентарь на выбор да казалось бы ну как бы типа все одно воздушка там пневматика кто как называет да но вы принимаете решение какой инвентарь вы возьмете свои руки из чего вы будете стрелять принимаете решение и так вы приняли решение берете инвентарь ну допустим вот допустим вот такой вот болта болтовая такая пневматика нет ни у кого в тирах таких вот почему и еще и по инвентарю мы самые крутые в стране между прочим так вы приняли решение вы взяли инвентарь а дальше а идет процесс выбора цели понимаете вам не вам конечно вам можем мы и так поставить да но это как бы в этом в других вну в отдельных мероприятиях в отдельных случаях и так вы принимаете решение в какую цель стрелять причем сначала вы выберете решение и дистанцию выбрать и цель выбрать понимаете причем вот тут цель у вас может быть это же все как в жизни цель может быть допустим трудная трудная да цель может быть цель может быть легкая что значит легкая цель для этого я потом могу рассказать если отдельно захотите цель может быть легкая может быть трудная а может быть сложная Ну, вот как эта банка, например. Цель может быть сложная. Итак, вы принимаете решение выбрать цель. Вы выбираете эту цель. Вы решение приняли, вы цель эту выбрали, и вы ее поражаете. И здесь все как в жизни. Вы не можете там поразить. Ну, значит, мы выбираем либо более легкую цель, да, либо более легкую. Либо мы выбираем более близкую. И более того, мы можем выбрать даже ту цель, которую можно стрелять в упор. Это все как в жизни. Не можешь достичь той цели, значит, выбери другую цель, да? Не страдай. Так в чем же здесь нюанс, скажете вы, где здесь собака порылась? Ребята, а тонкость здесь в том, что когда вы принимаете решение, вы совершаете волевой акт. Понимаете? Принятие решения – это волевой акт. Не может осознанный нормальный человек, а тем более сейчас время такой перманентной тревожности, да, даже постоянной тревожности, не может человек быть таким, чтобы не принимать какие-то решения. Итак, решение, принятие решения – это волевой акт. А в противоположность ему есть половой акт, когда вы соглашаетесь с чужим принятым решением, понимаете? Я вам говорю, вот сюда стреляю и все. Вы приходите, я ни разу никому не сказал, нет, ты будешь стрелять только из этого или только из этого. Понимаете? Я никому никогда так не сказал, вы же замечали, наверное, кто был здесь, да? Так вот, когда вам что-то навязывают, вот ваша жизненная цель, вот только сюда, долбите сюда, в эту стену, этой башкой своей, да? Ребята, когда вы соглашаетесь, ваше согласие – это половой акт. Ну, то есть, означает, имеют, да? А теперь внимание, менеджеры, ну, а точнее все, кто слушает. Вот, смотрите, в русском языке есть разного рода игра слов, всякие фразеологические обороты. Так вот, есть такое, как бы, понятие, называется оно педерасты, да? Ну, это на самом деле не оскорбительно, это просто гомосексуалист, ну, гордый гей. Педерасты – это обыкновенный гордый гей. Поднимите голову, посмотрите наверх, и вам станет все понятно. Но в русском языке есть еще измененный контекст этого слова, понимаете? Он называется пидор. Так вот, пидор в языке, в русском – это тот, кто всегда соглашается и уступает, уступает, уступает. Понимаете? Вот поэтому это слово и как бы является таким презрительно-оскорбительным. А педерасты-то – это просто гей. Еще раз говорю, посмотрите наверх. Итак, ребята, поэтому наш тир самый крутой, потому что у вас и проявляется, и вырабатывается способность принимать решения. То есть, совершать в своей жизни половой акт. Половой, говорю, вот ошибка, оговорка по Фрейду. Волевой акт, то бишь, ну, половой акт с этой реальностью. Скорее вот так, наверное, да? Да, половой акт с реальностью. Но это уже ваш половой акт. Значит, вы принимаете решение, совершаете волевой акт. С чем вас и поздравляю. Продолжение следует.